зеленое строительство, все, что, наверное, у вас ассоциируется с вопросами эффективности, наверное, всегда задаются вопросы, а что это, как это и о чем это. Поэтому я сегодня очень рада, что Ксения Агапова, заместитель директора консалтинговой компании «Экосоветник», присоединилась к нам и начнет наш сегодняшний вебинар, как раз очень интересная и важная тема, все, что касается системы билоти или устойчивости в рамках проектирования индустриальных проектов. Ксения, передаю тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое, что пригласили поучаствовать. Очень интересно. Я буду рада, если мои знания, которые были приобретены мной на многих проектах в России, помогут вам тоже строить классные здания. Соответственно, немножко о себе. Я являюсь международным экспертом в области экологического строительства, как это сейчас принято называть. То есть это немножко тема более широкая, чем энергоэффективность. Здесь идет речь об экономии любых видов ресурсов, здесь идет речь уже о защите окружающей среды, ну и в том числе энергоэффективность как часть этой темы. Мы довольно много объектов уже имеем, которые мы сертифицировали, которыми мы занимались в России. И, соответственно, у меня есть квалификации международные, которые позволяют мне помогать проектировщикам делать их проекты более энергоэффективными. Ну и есть MBA в области строительства и диплом в области экологии. То есть все совпадает. Ну и начать хотелось бы с актуализации данной темы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что она очень актуальна. Но в этом году было несколько знаковых, скажем так, событий. Именно с точки зрения некого нашего высшего руководства, что дополнительно были стипулированы вопросы экологии устойчивого развития на высшем уровне. И сейчас действительно в индустрии эти вопросы стали более актуальными. И вот приводится цитата Владимира Владимировича Путина по поводу того, что нам необходимо менять свой путь развития к устойчивому развитию. И самое важное, что устойчивое развитие России, сказал Владимир Владимирович, внящегося мире потребует не только сильных людей, но и действенных механизмов их реализации. И нужно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты. И вот как раз я постараюсь в этом ключе свое сообщение вам донести. Каким образом можно создать такой механизм, который мог бы какие-то красивые идеи устойчивого развития, какие-то красивые идеи по энергоиспережению, каким механизмом можно внедрять это в проекты. Соответственно, какие у нас возникают проблемы современности и как на них отвечает современная экологичная архитектура. Во-первых, это повышение ресурсоэффективности зданий на протяжении всего жизненного цикла. И далее я более точно на этом сфокусируюсь. Второй момент, который мы сейчас наблюдаем в качестве такой тренда и тенденции, что довольно быстро появляются, обновляются технологии, и нужно успевать следовать за их ходом. Следующий момент, что также нам при внедрении различных технологий, особенно энергоэффективных, необходимо не забывать про формирование комфортной и здоровой среды. И требования в отношении формирования комфортной и здоровой среды в последнее время стали еще более жесткими, потому что повышается осведомленность у конечных пользователей здания. По сути, здание сейчас рассматривается не просто как некий пассив, который лежит на балансе, а как некий актив. То есть это некое сооружение, которое должно помогать существующим процессам в этом здании, оно должно помогать осуществляться более эффективно. Следующий такой момент, на который хотелось бы обратить внимание в рамках актуализации темы энергоэффективности, это то, что ВВП России, он достаточно неэнергоэффективный, если так это можно назвать. То есть энергоемкость выше, чем во многих других странах, и это действительно важная проблема. И те, скажем так, ресурсы, которые мы растрачиваем на неэффективное использование, мы можем применять более качественно и тем самым повышать доходность своей экономики. Более того, можно сказать, что внедрение ресурсоэффективных технологий может стать потенциальным источником роста ВВП страны. Это очень важно, потому что на масштабах это особенно сильно ощущается. Кроме того, что еще важно, то, что любой индустриальный промышленный объект, он строится как объект под какую-то задачу, под какую-то организацию. И если мы говорим о крупных корпорациях, то меняются вообще, в принципе, их требования к тому, какие пространства они занимают. Я более 7 лет проработала в компании Джон Фанасаль, которая занимается коммерческой недвижимостью, международный консультант. Поэтому вопросы осведомленности мои достаточно хорошо развиты в плане того, что сейчас происходит с международным арендатором, с российским арендатором. И важный момент, что сейчас даже для многих российских корпораций вопрос корпоративной социальной ответственности и этический бизнес, отслеживание углеродного следа, так называемый, выходят на очень высокий план, на первый уровень. Многие российские ритейлеры обращаются к этой теме, многие промышленные корпорации обращаются к этой теме. И уже не просто так, не на словах, а на действиях. Вот. Кроме того, в современном мире наблюдается тенденция, что устойчивое развитие становится частью управленческого подхода любой хозяйствующей организации. Важно также понимать, что любые арендаторы, любые будущие владельцы, собственники зданий, они также смотрят на снижение операционных расходов, повышение эффективности бизнеса за счет этого. Вот. Ну и, соответственно, естественно, недвижимость является фактором привлечения и удержания талантов. Это тоже важнейший фактор развития современной экономики, усиление бренда и интенсификация использования ресурсов, которые имеются. Кроме того, применение зеленых технологий, оно действительно может давать экономический эффект. И какую затратную часть применения зеленых технологий может повлиять? Ну, естественно, это снижение платы за коммунальные услуги. Это самое очевидное, что бросается в глаза. Мы экономим энергию и воду. Мы платим меньше, мы меньше потребляем ресурсов. Важный момент – это удержание арендаторов, потому что смена арендатора – это, опять-таки, транзакционные сдержки, которые могут быть достаточно значительными. Либо арендатор, либо перепрофилирование здания тоже может иметь значительные сдержки. И зеленые технологии тут также могут быть полезны. Второй важный момент – это то, что при применении зеленых технологий может снизить расходы именно на техническое обслуживание, потому что коммунальные платежи – сейчас дальше я на этом более подробно обращу ваше внимание – они являются лишь небольшой частью тех расходов, которые вы платите в здании. Большую часть расходов, которые вы платите в здании, представляют собой расходы на техническое обслуживание, какие-то операционные расходы, связанные с зарплатами сотрудников и так далее. Вот, снижение скорости устаревания актива – тоже очень важный фактор, на который влияют зеленые технологии. То есть здания точно так же, как айфоны, устаревают технологически и морально. И поэтому, когда вы строите здание, которое рассчитано на 5-10 лет, уже сейчас, на данном этапе, нужно прогнозировать, нужно понимать, что будет востребовано через 5-10 лет. Это очень важный момент при строительстве и проектировании, потому что мы строим и проектируем здание год, два, три, но при этом это здание будет в эксплуатационном цикле находиться в ближайшие, ну, минимум 60-100 лет. Ну, в зависимости от объекта. Может быть, некоторые меньше, но в основном это все равно десятки лет. Поэтому думать над тем, какие технологии вы будете внедрять, нужно, исходя из этой перспективы. Ну, и, конечно же, возможны штрафы и ужесточения законодательства, потому что все равно на международном рынке, на любом, скажем так, в любом случае любой современный рынок рано или поздно приходит к тому, что необходимо предпринимать какие-то меры по защите окружающей среды. Это влечет за собой, в том числе и появление каких-то штрафных санкций, связанных за несоблюдение этого. Вот. Ну, и вот я говорила про капиталя, про, скажем так, те затраты, которые связаны с зданием, если мы будем рассматривать на протяжении всего жизненного цикла. Соответственно, мы проводим такую работу, называется анализ стоимости зданий на протяжении жизненного цикла. И, как правило, когда мы анализируем объекты, капитальные затраты, которые тратятся непосредственно в данный момент по строительству, если мы берем перспективу лет 60, например, они составляют приблизительно 25-30% от того, что вы потратите на здание на протяжении всего его жизненного цикла, на объектные инфраструктуры. Вот. И, соответственно, дальше распределяются расходы каким образом? Во-первых, самую большую часть расходов составляет приведенная стоимость расходов на техническое обслуживание здания, что интересно, да, и на замену какие-то, на ремонт, на восстановление каких-то различных компонентов этого здания. Есть затратная часть, связанная с управлением этим активом, и, конечно же, есть приведенная стоимость коммунальных платежей, и, как показывает практика, она не такая высокая, но, конечно же, она зависит от стоимости коммунальной ресурсы, и в нашей стране у нас есть небольшая фора, что она ниже, чем в аналогичных проектах в других странах. Если мы говорим о каких-то положительных факторах, связанных с обнедрением энергосберегающих и зеленых технологий на индустриальных проектах, на проектах инфраструктурных, какие у нас есть плюсы? Ну, во-первых, есть такой плюс, называется простота, то есть у нас меньше требований к каким-то внутренним условиям комфорта внутри здания непосредственно. У нас есть какие-то сложные требования, связанные с технологическими процессами, но именно требования с поддержанием комфорта внутри здания, они значительно более снижены по сравнению, скажем, с каким-нибудь жилым зданием или офисным. Как правило, на любом индустриальном объекте есть собственное производство энергии, об этом я поговорю чуть-чуть попозже, но это также является позитивным фактором в плане того, что у вас есть возможности по снижению углеродного наследия этого здания путем внедрения альтернативных источников энергии. И тут же есть такой следующий момент, который плохо влияет на, скажем так, многоэкологичные здания, связанные с тем, что, как правило, такие объекты находятся. Плохой доступности транспорта, плохой доступности для каких-то коммунальных услуг. И поэтому альтернативная энергетика здесь может быть особенно важной. И важно понимать, что стоит, что будет, можно даже сравнивать для конкретных объектов, находящихся на удалении где-то, что будет выгоднее использовать традиционные источники энергии, либо, соответственно, заменить какую-то часть производства энергии за счет альтернативы. Соответственно, технологии строительства, опять-таки, инфраструктурные промышленные объекты, как правило, строятся сборных конструкций, которые обладают, изначально заготавливаются фабричным методом. И тут в плане экологии у нас как раз большие бонусы, потому что это и меньше отходов на строительном объекте, лучше качество строительства и так далее. Вот. Ну и, соответственно, как правило, такие объекты отличаются тем, что это достаточно короткий цикл производства объекта, то есть это больше объем строительства, и поэтому контролировать проект можно проще и лучше по сравнению с объектом, скажем, жилым или, скажем, с каким-нибудь офисным объектом. И, кроме того, конечно же, происходит экономия масштаба. Какие есть проблемы, которые мы видим при повышении устойчивости, экологичности и энергоэффективности логистических промышленных объектов? Соответственно, во-первых, это то, что, как правило, строительство ведется на каких-то территориях изначально природных, сельскохозяйственных угодий, поэтому там вопросы охраны природы или ливневых вод, сток или ливневых вод, какой-то строительный контроль выходят на первый план, и там их достаточно сложно осуществлять. Это, конечно же, транспортная удаленность, которая влияет как на экологический след самого строительства, так и на экологический след дальнейшей эксплуатации зданий. И, опять-таки, связано с тем, что, как правило, это легко возводимые какие-то конструкции, это чувствительность к факторам нагрузки, такие как нагрузки на кровлю, возможности размещения мансардных окон и так далее. То есть, ну, есть такие вот своеобразные. Что, как правило, внедряют такие объекты, какие технологии? Я подумала, что это будет интересно. Ну, это, во-первых, организация раздельного автоматизированного учета энергопотребления, это всегда очень полезно и помогает лучше прогнозировать эксплуатационные расходы, использование альтернативных источников энергии в определенном проценте от потребляемой энергии. Причем важно понимать, что, конечно, для разных регионов эти технологии будут работать на разном уровне. Где-то они будут лучше работать, где-то хуже. Вот, соответственно, минимизация протечек, минимизация каких-то аварий, улучшение срока эксплуатации объектов и повышение устойчивости отделочных материалов тоже для промышленных объектов имеет колоссальное значение и с точки зрения, в том числе, эксплуатационной. Что мы применяем, чтобы объекты были более энергоэффективными? Мы применяем, скажем так, несколько этапов контроля качества. Очень важный момент, то, что мы делаем, это называется, проводим такое исследование, называется энергомоделирование. То есть мы в 3D отстраиваем полностью модель здания. Это не BIM-технология, это несколько другое программное обеспечение. И далее мы при помощи специального программного обеспечения заносим все параметры здания, параметры инженерных систем, ограждающих конструкций в эту модель. Запускаем симуляцию энергопотребления на протяжении 365 дней в году с тем погодным графиком, который для данной местности характерен. И на выходе мы получаем некий отчет, в котором мы видим прогнозное потребление энергии для данного здания, причем оно не по расчетным каким-то коэффициентам рассчитано, как обычно это делается по нашим нормам, но все-таки более детальное и учитывает какие-то особенности конструкции этого здания, например, ориентацию на местности. Потому что у нас, например, в Москве был проект, когда при помощи энергомоделирования мы выявили, каким образом, с какой стороны лучше размещать окна для здания, как это сказывается на энергобалансе данного здания. Но благодаря такому энергомоделированию видим такие интересные и красивые результаты. Например, как правило, для индустриальных складских объектов самым большим фактором энергопотребления, казалось бы, является освещение. И если мы делаем более эффективные технологии, внедряем по освещению внутреннему и искусственному, то мы сразу получаем моментально экономический эффект от внедренных мер. Зачем вообще делается энергомоделирование? И помимо того, что мы хотим перепроверить наши системы, энергомоделирование в том числе делается для того, чтобы мы могли понять, какую технологию максимально эффективно внедрить для данного объекта. То есть нельзя говорить, что все одинаковые объекты, все объекты, они как бы вот надо только это делать или только то. Для каждого объекта необходимо отдельно рассматривать, какая технология даст максимальный эффект. Если мы берем, например, обычное складское здание, и максимальный эффект дает правило внедрения правильного искусственного освещения, датчиков движения и так далее. То есть мы достигаем экономию моментально процентов на 50 на все энергопотребление. Если мы, например, возьмем другой тип недвижимости, офисное здание или те объекты, где теплопоступление, допустим, большие, там будет совершенно другой профиль энергопотребления, и технологии потребуются внедрять совершенно другие. Если перейти к вопросам альтернативной энергетики, да, альтернативная энергетика – это, конечно, хорошая история, но это технология, которая, на мой взгляд, является немножечко опасной, потому что у нас часто возникает ощущение, что если мы сейчас всю энергию, которую потребляем, заменим на альтернативные источники, ветровые, там, ветринные мельницы, ветрогенераторы, фотоэлектрические панели, то у нас сразу же все будет хорошо, и с экологией мы приблизимся к великому будущему. На самом деле это не так, потому что если мы будем продолжать столько же потреблять и просто поменяем тип источника энергии на другой, то мы неминуемо придем в другой какой-то кризис, который будет связан с утилизацией, например, солнечных панелей, который будет связан с утилизацией аккумуляции, устройств аккумуляции, соответственно, альтернативных источников энергии. То есть к этой технологии необходимо подходить очень аккуратно, и современная, как бы, международная практика говорит о том, что стоит задумываться о микрогенерации, о том, как сделать каждое здание, каждый объект максимально автономным. И мне кажется, вот для промышленных, индустриальных объектов, опять-таки, эта тема может быть очень актуальна, потому что, как правило, такие объекты строятся за городскими сетями, они исключены из общего, скажем так, из общей городской инфраструктуры чаще всего, и тут микрогенерация может быть особенно актуальна и полезна. Что важно знать про альтернативную энергетику современную? Важно знать, что, во-первых, стоимость ее производства, она регулярно снижается, знаете, как стоимость любой другой технологии, со временем технологии эволюционируют, их стоимость снижается. Даже есть сравнение стоимости производства энергии, использования, например, природного газа и каких-то альтернативных источников энергии. Мы видим, что эти показатели постепенно уравниваются. Что еще важно, что стоимость аккумуляции альтернативных источников энергии, она тоже снижается, потому что у альтернативной энергии есть одна проблема. Цикл производства не совпадает с циклом потребления, поэтому необходимо энергию где-то аккумулировать. И, как правило, аккумуляция энергии является чуть ли не 50% расходов на, соответственно, внедрение того или иного источника альтернативной энергии. Поэтому важно, чтобы цены на то и другое снижались и чтобы цикл потребления максимально приближался к циклу производства. Еще одну технологию расскажу, как бы немного экзотическую, но, на мой взгляд, она тоже очень-очень перспективная. Это использование зеленой кровли, причем здесь энергоэффективность, казалось бы. Дело в том, что зеленые кровли, они снижают, повышают инерционность здания к теплопотреблению. Соответственно, они, такие здания, которые имеют зеленую кровлю, они хуже нагреваются и хуже, с другой стороны, отдают тепло, хуже остужаются. Поэтому такие технологии в том числе позволяют увеличить срок службы кровли, ну и обладают, конечно же, хорошим эстетическим видом и несут важнейший экологический эффект, потому что, когда мы строим огромные какие-то комплексы инфраструктурные, мы нарушаем экосистемы и важно сохранять их целостность, хоть в какой-то мере, потому что мы не одни живем на этой планете. Соответственно, технологий много в современном мире, они регулярно появляются. Как разобраться в этой массе новой информации, нового материала? Какие технологии работают, какие не очень? Какие конкретные технологии будут максимально эффективны для данного проекта? В целом, в строительной индустрии существует такой хороший метод передачи знаний от проекта к проекту, и он называется стандарт. Создание стандартизации помогает те знания, которые мы на каких-то передовых проектах получили, перенести к массовому производству. Соответственно, такими добровольными экологическими стандартами являются стандарты экологического строительства, такие как международные стандарты BREAM и LIT. То есть, как формируются эти стандарты? Каждые 3-4 года стандарт обновляется. Туда включаются какие-то новые технологии, новые, соответственно, материалы, которые были за определенный момент наработаны, и какие-то вещи, которые стали общепринятыми, на данный момент они из этого стандарта исключаются. Таким образом, имея при проектировании стандарта экологического строительства, мы с вами получаем выдержку наилучшей практике на сегодняшний день, и мы можем на нее ориентироваться. И она проверенная, потому что никакие технологии, которые только появились на рынке, но еще не прошли апробацию, стандарты не появляются. Там уже проверенные технологии заложены. Вот. Ну и, соответственно, немножко я постараюсь кратенько рассказать про сертификацию зданий зеленых. У нас есть сейчас два наиболее известных бренда сертификации. Это BREAM и LIT. Это, соответственно, международные бренды экологической сертификации. Как я уже сказала, это инструменты внедрения инноваций. Это некий комплексный подход к проектированию здания, чтобы учесть все экологические моменты и моменты устойчивого строительства. И, конечно же, это бренд, узнаваемый во всем мире, потому что капитализация проекта будет, естественно, зависеть от каких-то маркетинговых историй, которые заложены в этот проект. И когда, скажем, какой-то международный инвестор, какой-то инвестиционный фонд будет рассматривать перед собой как раз в инфраструктурных проектах, много таких, много есть возможностей для альтернативного инвестирования именно с точки зрения внедрения зеленой технологии. И, естественно, когда какая-нибудь организация вроде EBRR или IFC рассматривает различные проекты, если она видит проект, который имеет при себе бренд BREAM и LIT, то она будет рассматривать его более тщательно, более приоритетным будет такой проект. Вот, соответственно, я тогда сейчас не буду на выгодах застройщиков-ориентаторов, потому что я в предыдущих подробненько рассказала, небольшой краткий обзор рынка, то, что в России сейчас более 200 проектов уже было сертифицировано по международным стандартам, довольно много проектов сертифицируются тоже в странах СНГ. Этот тренд уже на сертификацию, он достаточно устоялся. Сертификация проводится не только в московском регионе, но и в регионах различных нашей России довольно активно. Соответственно, какие типы недвижимости сейчас в основном сертифицируются? Довольно много индустриальной недвижимости, процентов 25-20. Всего объема сертифицированных площадей сертифицировано по международным процентам 20 от всех сертифицированных проектов. Это индустриальные проекты, извините. Если мы говорим про рынок индустриальных зданий, но это Москва на данный момент, то вот синеньким на данном графике отмечена доля сертифицированных объектов, и на самом деле она составляет порядка 5%, что на самом деле очевидно является уже неким низшим рынком. Какие компании и корпорации на данный момент активно сертифицируют? Это, например, компания IKEA. Все свои объекты, у них есть некая политика, они сертифицируют по международным экологическим стандартам. Благодаря этому они повышают на регулярной основе уровень своей энергоэффективности и экологичности. Такие компании, как и Мошан, такие компании, как, например, Globus, Гиперглобус – это сеть гипермаркетов в Москве и Подмосковье, они работают. Компании, такие как Decathlon, Raven, ну и много разных ритейлеров тоже участвуют в этом тренде. Соответственно, если говорить про стандарт сертификации БРИАМ международной, который наиболее сейчас распространен в России, страна происхождения – это Ликобритания, он стандарт основан изначально на… на его разработал исследовательский институт Биары и Глобал. Чем он отличается? Тем, что он опирается, во-первых, на базовый научно-технический стандарт, он является достаточно таким научным сборником наилучших технологий, он является достаточно гибким при его использовании. вот, я сейчас не буду подробно останавливаться, просто хотела привести на прощание несколько примеров индустриальный парк «Южная врата». В нем каждый объект был сертифицирован по стандарту БРИАМ. Соответственно, они стали пионерами на рынке, одними из первых, кто сертифицировал индустриальный объект вообще в России. По международному стандарту они добились реальной экономии энергии на 30-40% по сравнению с обычными складскими помещениями. Что они использовали? Ну, конечно же, структурные теплоизоляционные панели с улучшенными показателями по теплопроводности и герметичности, эффективное наружное освещение, светодиоды, управление при помощи фотоэлементов, энергоэффективные ворота, проводили улучшенный контроль качества, энергомоделирование, термография по завершению, и еще большая работа проделывалась именно с арендаторами. Хороший доступ к естественному освещению, несмотря на то, что это склад. Хорошее и качественное офисное пространство, которое имеет максимально комфортно сравнимо с офисным зданием. Соответственно, улучшено управление энергопотреблением и параллельно автоматизация энергопотребления. Соответственно, рекуперацию тепла, естественно, используют. Естественное проветривание в ряде складских зданий они также используют. Естественное освещение. Очень эффективное, и это дало максимальный эффект. Светодиодное освещение, которое контролируется при помощи датчиков присутствия на ряде их объектов. Конечно же, защита, ограждающая конструкцию от разрушения. Вот, повышение болеров, котлов. Ну и, соответственно, датчики взаимодействия со средой. Вот, если буду рада ответить на любые ваши вопросы, буду рада связаться и, соответственно, разъяснить, если возникают какие-то у вас комментарии. Ксения, большое тебе спасибо. Коллеги, дорогие участники, если есть вопросы к Ксении, уже прямо сейчас можно их зафиксировать в чате и обсудить. Ксения, к сожалению, не будет у нас до конца вебинара. Поэтому, если вопросы потом возникнут во время уже обдумывания результатов вебинара, вы всегда сможете к ней обратиться. Был уже вопрос по поводу презентации. Презентации будут доступны у всех спикеров. Там же есть и контакты. Можно будет продолжить диалог. Спасибо большое еще раз тебе за то, что подключилась сегодня и рассказала про очень важную тему, обратила внимание, мне кажется, на основные пункты, которые очень важны с точки зрения вопроса уже самой эксплуатации, потому что, наверное, это не секрет, что реализация любого проекта, она начинается с конца, с того, что должно быть, как мы будем им управлять, и как раз, наверное, в том числе и энергоэффективные решения на сегодняшний день являются очень передовыми. И, может, они не всегда и не всеми используются, но очень много мы сейчас о них говорим. Если вспомнить время бума зеленого строительства лет пять назад, когда мы больше говорили про маркетинг, про то, что должен быть сертификат, он должен где-то на видовом месте быть и должно качественно промотировать сам объект, то сегодня мы говорим про содержание, про то, как соптимизировать, как улучшить в том числе технические решения как отдельных зданий, так и всей территории. Потому что, когда, безусловно, мы говорим про территорию, это на самом деле очень большая работа, в том числе компании управляющие. И как раз энергоэффективные решения, решения устойчивого развития, они помогают с этой точки зрения. Поэтому, коллеги, еще раз, если вопросы есть, давайте зафиксируем их, пожалуйста, в чате. Если вопросов нет, то предлагаю двигаться дальше. Программа у нас сегодня интенсивная. И мне кажется, что вопросы рисков, видимых и невидимых в реализации проектов, это тоже одна из таких важных составляющих, про которые нам бы сегодня тоже вам хотелось бы рассказать. И поэтому я с большим удовольствием приглашаю нашего следующего спикера, Андрея Вишневского, это заместитель исполнительного директора компании Black Engineering Cruise, который раскроет нам секреты, расскажет нам о том, что такое риск, когда мы говорим про проектирование и строительство объектов промышленной недвижимости, в том числе индустриальных парков. Передаю вам слово. Татьяна, спасибо. Добрый день, коллеги. Первым делом, не буду долго ходить вокруг ДОК, спасибо за уже вступительное слово.